Итак, мы с вами продолжаем говорить о предлогах в английском языке. И сейчас у нас во внимании два предлога by и with, которые мы используем для того, чтобы рассказать или же указать на то, как что-то выполнено или же реализовано. All right. Есть некое сходство, а также есть определенное различие между двумя этими предлогами, и как раз вот о них сейчас мы с вами поговорим. Давайте мы вначале, наверное, обратим внимание на первый пример, который отображен здесь на доске. She earns extra money by cleaning houses. Она зарабатывает дополнительные деньги. Каким образом? Как? Мы используем by посредством уборки домов. She earns extra money by cleaning houses. By помогает нам отобразить идею того, как это выполнено, каким образом это осуществлено. Хорошо? Okay. By cleaning houses or by giving consultancy service. Она зарабатывает, ну, допустим, предоставляя какие-то консалтинговые услуги. Быстро также напомню о том, что мы используем предлог by, когда говорим о том, как мы... Чего мы передвигаемся, да, допустим, по городу. We go there by car, by bus, by plane, ну и так далее, да? Или же как мы поддерживаем взаимосвязь. We communicate by letters or by mobile phone to communicate or communication, yes? or by writing text messages, yes? Итак, by помогает нам ответить на вопрос, как, каким образом. Но, если мы хотим сказать, что что-то было выполнено за счет чего-то или же с помощью чего-то, здесь нам уже помогает предлог with. Ну, например. We open the box with a screwdriver. Мы открыли коробку или же ящик с помощью отвертки, да? With. С помощью чего-то. И в этом случае мы используем предлог with для того, чтобы сказать, что что-то было достигнуто, выполнено или же реализовано с каким-то инструментом, с помощью какого-то инструмента. Alright? We open the box with a screwdriver or I wiped the windows with an old t-shirt. Я протер окна старой футболкой. Хорошо. Итак, два предлога by и with. Мы используем для того, чтобы сказать, что что-то было сделано каким-то образом. By для того, чтобы указать на то, как это было осуществлено, каким образом. И with с помощью чего. Или же посредством чего. With скорее приближен к значению инструментальному. Посредством такого-то или же того или иного инструмента. Окей? Вам удачи и хорошего дня!